Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Моему гостю был показан Божий план для его жизни на небесах. Он хочет научить вас, как выбрать себе место в небесной книге жизни. Звучит интригующе, правда? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Я здесь с доктором Кевином Зедай. Если вы не знаете Кевина, я расскажу вам. В 92-м году во время операции в зубной челюсти, будучи под наркозом, он умер и попал на небеса. Должен сказать, что одно из доказательств для скептиков, хотя я уверен, скептики не смотрят эту программу, но одно из доказательств того, что кто-то умер, побывал на небесах и вернулся, является именно твоя история. Ведь до небес ты не играл на музыкальных инструментах, а сейчас играешь. Кстати, на скольких музыкальных инструментах ты играешь? Всего на 15 инструментах. 15! Я помню, как я пытался научиться играть на музыкальном инструменте хотя бы одном, и это даже сложно. Намного легче. научиться играть без всяких уроков музыки, прямо как у тебя. Так, да? Точно. Итак, в кофейне проводилась встреча пасторов, и вдруг начало происходить что-то очень сверхъестественное. Там наверняка были уже зрелые пасторы, и сейчас Кевин поведает нам, что там происходило. А вот как порой действует Бог. Иисус вошел, и я увидел его. Он встал за спинами служителей, которые сидели в этом зале. В тот момент поменялась вся атмосфера. Он сказал мне, Кевин, спроси их, как бы они жили завтра, если бы знали, что у них все получится. Он стоял и ждал, когда я спрошу их. В тот момент я еще не чувствовал, что произошел сдвиг. Но я послушался Господа и спросил их об этом. Они в ответ лишь смотрели на меня. Как бы вы жили завтра, если бы знали, что у вас все получится? Я объяснил им, что с их служения сняты все ограничения, и что небеса открыты. Господь говорил нам, что мы должны молиться, чтобы Дух Святой взял нас на небеса. Мы должны молиться Духом и покориться Духу Святому, ведь Он наш помощник. Это Он дает нам советы и открывает, что делать. Именно Он наш наставник, и Он же является нашим учителем. Кстати, а как они это восприняли? Многие пасторы, как бы это сказать, ну, помягче, считают, что сами все знают. На самом деле, услышанное их потрясло. Это то, что происходит, когда ты имеешь дело с двумя измерениями. Это измерение, падший мир, здесь все происходит медленно, поэтому им понадобилось какое-то время, чтобы это уразуметь. Но я уверяю тебя, что это то, что Господь сейчас говорит каждому человеку в теле Христа. Убраны всякие ограничения, и сейчас дело за вами. Пришла ваша очередь подключиться к этому. Ты произнес фразу «все подстроено во благо о вам». Что это означает? Когда я был на небесах, Иисус показал мне, что все уже записано в книге о моей жизни. Он записал книгу о моей жизни, прежде чем соткать меня в очреве моей матери. Он позволил мне войти в его глаза, и я видел, как он формировал меня в очреве матери. Я видел, что книга обо мне уже написана. У каждого есть своя книга, но если вы становитесь христианином и имеете дело с Богом, вы можете просить Бога помочь вам исполнить то, что является его совершенной волей для вас, то есть то, что записано в этой книге. Дух Божий, а есть и Дух истины. И он желает помочь каждому верующему войти в центр воли Божией. Но для этого верующему нужно переживать прорыв за прорывом, чтобы разрушать стверденье врага. Приходит такой момент, когда Бог накрывает вам стол прямо пред лицом врага. И все, что было против вас, обращается вспять. Демоны буквально отлетают от вас по причине того, что то, что происходит в другом измерении, проявляется в этом измерении, в нашем. Я видел, как это происходит со мной. Это начинает происходить на наших служениях постоянно. Я не возлагаю руки на людей. Слава Божия наполняет зал, и происходят чудеса автоматически. Я бывал на собраниях в небесах. Разумеется, оттуда ты приносишь присутствие небес, потому что ты там был. И мне кажется, поправь меня, если я не прав, что помимо этого в твоей жизни происходит рост и умножение. Да, я верю, что это доступно всем. Я не какой-то особенный. Иисус послал меня обратно на землю, к поколению избранному для времени излияния. И это для того, чтобы явить славу Божию, чтобы явить явные дела Бога, чтобы весь мир мог увидеть, что Он всемогущий и всесильный. Он начнет нас посещать. Я не знаю, почему это так сильно меня трогает, но я сегодня вижу так много людей, которые, которые словно в ловушке, они чувствуют себя жертвами, жертвами обстоятельства и недостаточного уровня образования, жертвами маленьких доходов и жертвами неправильного воспитания родителями. Они всю жизнь живут как жертвы. Когда ты осознал, что ты больше не жертва? Когда? Да. Сид, именно поэтому ты заметил разницу в моих служениях. Дело в том, что не так давно я проснулся утром. Я переходил от одного прорыва к другому и не останавливался. Я прорывался все дальше и дальше с Богом. А Бог сказал, период прорыва закончился, мы переходим к постоянной стадии, свержения врага. Враг осознает, кто ты, и он не может тебя остановить. Ему не под силу вас остановиться. И в то утро, Сид, я осознал, что я больше не жертва. Однажды утром я проснулся и взглянул на врага. Глядя в мои глаза, он понял, что он меня потерял. Он больше не имеет на меня влияния. Теперь жертва, он, он больше со мной не разговаривает, ему не по душе мой отпор. Вы слышали Кевина? Он сказал совершенную истину. В городе новая жертва. Его зовут Дьявол. Это не вы. Я правильно услышал. Ты даешь ему мощный отпор каждый божий день? Да. Господь мне сказал, чтобы каждый день я поражал его в голову. Я просыпаюсь, как Самсон, со слиной челюстью, в полной ярости, чтобы поражать врага. Я хочу понять, что именно ты делаешь, когда просыпаешься. Первое, что я делаю, я говорю Богу «да». Потом я обужу мою жену, и она тоже говорит Богу «да». Потом мы приступаем к сражению на языках, и в процессе я начинаю пророчествовать. Я говорю Дьяволу, что поскольку мы с Богом сегодня будем что-то делать вместе, ему лучше держаться подальше. Когда я напоминаю ему об озере Огненом, я говорю, что там стало еще жарче. Я начинаю пророчествовать, что он обречен. Затем я молюсь о людях, чтобы просветились очи и их сердец. Мы с женой молимся на языках, молимся молитвами из моей книги, и каждый день мы видим чудеса. Наши сотрудники также являются очевидцами чудес каждый божий день. Мы синхронизируем себя с небесами. Именно так мы побеждаем. Кевин видел, что для всего творения был план в небесах еще до того, как все было создано. Как же захватывающе видеть то, как создается человеческая жизнь. Об этом мы узнаем, когда вернемся в студию. Это сверхъестественно. Расскажи мне о том, как ты заглянул в глаза Иисуса. О, Сид, это было так прекрасно. Да, представляю. Я продолжал смотреть в его глаза, потому что пытался понять, какого они цвета. Я слушал то, что он говорил, и он позволил мне войти внутрь него. Я вошел внутрь, и увидел там его мысли обо мне. Я увидел, как он формировал меня во чреве матери. Он вдохнул в меня все то, что он хотел бы, чтобы я делал в своей жизни. И он выдохнул меня. И затем я очутился именно на том месте, где он дал мне дыхание жизни. Я увидел, что весь план Бога для человека записан заранее. Он сказал мне, «Кевин, я снимаю с тебя всякие ограничения». На самом деле, я никогда ни в чем вас не ограничивал. Здесь, в небесах, никто вас не ограничивает. Мы на небе вас очень любим. Нет ангела, посланного к тебе или кому-то еще, кто считает, что вам что-то не удастся. Дух Святой внутри вас не считает, что вас ожидает провал. Все небо за вас. И во мне что-то щелкнуло. Когда я все это осознал, дьявол понял, что он бессилен и начал в страхе отступать. Затем Иисус сказал мне, «Ты должен брать огонь жертвенника каждый день. И каждый день в молитве я беру огонь с алтаря». Я представляю в молитве, что беру огонь. Ангелам это нравится. Они начали окружать меня. Я даже не заметил, как так получилось, что дьявол уже не подступает, чтобы меня атаковать. Это уровень свержения врага. Дьявол не хочет, чтобы кто-то переходил на этот уровень. Господь повелел мне открыть каждому человеку в мире грязные секреты дьявола. Он велел сказать всем христианам на земле, «Все подстроено во благо вам. Все за вас». А вот как я лично понимаю эту фразу, «Все подстроено во благо вам». Поскольку у Бога есть совершенный план для вашей жизни, и все это у Него записано, и все на небесах, все это за нас, то есть лишь один лжец, который пытается повести нас по ложному пути. Но если ему это не удается, то какую жизнь будет иметь этот человек? Сид, это называется «жизнь в благоволении». Люди не понимают, почему так происходит. Дьявол пытается навязать мнение, что нас окружают случайности. Но на небесах случайностей нет. Дьявол пытается обмануть людей, чтобы они пребывали в страхе пред Ним. Услышьте важную вещь. Каждый христианин пытается избегать дьявола, потому что боится, что дьявол нападет. Но Иисус просил передать всем верующим, что дьявол может напасть только на тех, кто его боится. Он ищет слабую добычу. А насколько я знаю, люди, искупленные Господом, вовсе не слабые люди. Каждый, кто искуплен, имеет внутри себя силу. Ты на самом деле видел свою книгу «Жизнь в небесах»? «Какая она и что в ней?» Там то, что предназначено Богом для меня. Это так удивительно. Я видел троицу. Они встретились до того, как создали Вселенную, и решили, мы хотим создать того, с кем мы могли бы иметь общение, и с кем могли бы ходить вместе. Они решили создать человека и создать его по своему образу. Это означало, что у человека будет свобода воли. И, конечно, это риск, потому что человек может в любой момент передумать и не ходить с Богом. Это был огромный риск. Иисус вызвался быть закланным от создания мира, согласно книге Откровения, потому что они уже знали, что это риск и что произойдет. Они встретились в вечности, и затем они создали этот мир. Они создали сад для нас. Все было предопределено. Дух Божий всегда будет рядом, чтобы помогать людям. И я видел будущее. Сид, я был в самом конце времен, где все святые, которые когда-либо жили на земле, пели песню искупленных. Я уже был там, и меня вернули на землю, чтобы я мог сказать людям, что дьявол проиграл, и что нам его не стоит бояться. Как ангелы помогают нам воплотить все то, что написано о нас, все то добро, для чего мы созданы. Как ангелы помогают нам это реализовать на этой падшей земле. Ведь препонов-то много. Если ангелам назначено вам помогать, они должны прочесть книги о вас. И они должны решить, как именно они могут помочь воплотить вам все то, что в них написано. Если вы имеете духовную жизнь, то им гораздо легче действовать. Когда они спускаются, если они слышат, как вы молитесь с духом и пророчествуете слово Господа, то вы повторяете воплощение, написание о вас. Потому что много молитесь на языках. Внутри вас происходит свержение врага. Вы пророчествуете. Ангелы прислушиваются к голосу Господа и выполняют его волю. Если они слышат, что вы говорите то, что написано о вас, они подхватывают вас. Ангелы брали меня под руки и переводили на другой уровень. Они здесь, и они не принимают ответ «нет». Они очень усердны. Они за нас, а не против. Они хотят, чтобы в вашей жизни произошло очередное преображение. Я заметил, что вы с женой молитесь на языках больше, чем кто-либо, кого я знаю. Неужели это все еще так важно? Ты был на небесах, получил массу откровений. Почему ты все еще уделяешь много времени молитве на языках? Потому что Иисус сказал мне, что это путь, как мы можем участвовать в сверхъестественном. Я хожу с Господом уже 40 лет, и я всегда жду утра, чтобы молиться на языках. Словно я родился свыше только вчера. Бог всегда творит все новое. Он изливает новое вино, когда я молюсь на языках. Я словно принимаю особую жидкость с небес во время молитвы духом. Я чувствую это прямо сейчас. Я ощущаю на себе дух пророчества. Я опьянен Божьим духом. Я чувствую, что Бог посылает сейчас самое лучшее, что он специальный припас. Иисус хранил для меня это вино в другом измерении именно для этого времени. Пора перестать быть зацикленными на себе и погрузиться в Бога. Его могущественные ангелы готовы начать новую фазу, и они уже рядом с вами. Кевин только что произнес, что на нем сейчас дух пророчества, и когда мы вернемся в студию, я попрошу его высвободить для нас пророчество от Бога. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях, и тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно Кевин Что можем сделать мы, чтобы исполнить свое предназначение? Вы можете делать то, что делаю я каждое утро Вы просыпаетесь и говорите Богу «да» Ложась спать, вы тоже говорите Ему «да» Вы соглашаетесь с Богом и не смотрите на условия Сатана пытается строить в разуме твердыню, чтобы показать людям, что они ограничены Иисус уже объявил, что Он поразил врага Он пришел, чтобы уничтожить все дела врага Я приглашаю Бога вмешаться из другого измерения Он дал мне Духа Святого Дух Святой с небес И Он живет внутри нас И Он не может проиграть Дух Святой победитель И Он приносит благословение Мы должны ходить в Божьем благоволении к нам Это то, что я каждый день делаю И это должны делать вы так же Говори сейчас из своего Духа, как Бог поведет тебя Вы должны понять, что мы живем в то самое время, когда должен настать конец века И Бог все поставит на свои места Все герои веры, все апостолы и пророки, которые сейчас являются Облаком свидетелей Это наша с вами группа поддержки Они говорят тебе, у тебя все получится Потому что мы избраны быть святыми к конца века Я уверяю вас, что настало время быть на уровне свержения врага Мы имеем власть Нам нужно начать ходить в силе сынов Божиих Многие из вас видят, что враг пытается вам помешать Но пришло время зажечься огнем с Божьего жертвенника Я провозглашаю во имя Иисуса, что этот огонь приносит вам свободу И вы готовы взойти на новый уровень и слушать, что вам говорит Бог Вы будете ходить, как древние пророки В ваших устах будет огонь Господь говорит, что многие будут призваны пророчествовать Делайте это, чтобы в вашем мире произошел сдвиг Я в ваших устах Я в вашем духе Это слова и ободрение Господня Из ваших уст исходит огонь во имя Иисуса Вот что сейчас говорит Дух Божий А что сейчас происходит вообще в атмосфере? Происходит мощная битва Сейчас не время быть зрителями Господь сказал, что Израиль выполнял функцию зрителей Они видели, как действует Бог Моисей видел, как движется Бог Я смог увидеть, как действует Бог Я знаю, что Ему нравится Ему нравится огонь На небесах все в огне Ему нравится гриль Ему нравится жертва Ему нравится вдыхать горящую плоть Поэтому, когда Моя плоть начинает сгорать Бог счастлив, потому что Он знает Я хожу в огне Божьем Этот мир еще не знает Что представляет из себя христианин Они только догадываются Но они вскоре узнают Мы несем Божий огонь На нас Божий огонь Ты говоришь ко всем, кто нас сейчас слышит Или к некоторым Абсолютно ко всем Я видел на небесах, что никто не будет оставлен Бог уже заранее все сделал для этого Но ведь есть свобода выбора И они сами могут отвергнуть спасение Поэтому Бог послал меня обратно Я был послан из их будущего Чтобы говорить к ним из огня И призывать их жить Исполняя то, что написано о них в книге на небе Облако свидетелей уже совершило то, что предначертано им Они ждут, пока мы исполним наше поручение У жертвенника Божьего горит огонь Они поддерживают нас оттуда Там, где огонь, там запах серы Бог сказал мне ничего не скрывать И рассказать всем, что все ограничения сняты И что люди могут увидеть, как исполняются книги о них Слава Господу! Насколько я тебя понял, все наши зрители и телезрители Заранее запрограммированы одерживать победу Заранее запрограммированы быть головою, а не хвостом Да, это так Заранее запрограммировано иметь жизнь полную радости и мира Все, что вы должны сделать, уже сделано для вас Вам нужно Просто принять Иисуса и сказать Ему, что вы раскаиваетесь В совершенном вами зле И верите, что Его кровь покрыла И смыла ваши грехи Пригласите Его Жить внутри вас и быть вашим Господом Запомните, вы победитель Смотрите в следующем выпуске Господь проговорил ко мне Мы здесь никогда ни о чем не тревожимся Тревожиться ни о чем Потому что победа уже одержана И мы смотрим на все с позиции победы И мы хотим, чтобы вы на земле тоже жили с позиции победы Бог, я хочу еще Возьми меня еще раз на небеса И я ждала, пока Бог проявит инициативу У божьего сверхъестественного нет границ Теперь нет границ И у вашей возможности получить свой прорыв Когда угодно и где угодно АСН онлайн сеть программы Это сверхъестественно Предлагает круглосуточный прямой эфир программ На вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре Я могу смотреть мои любимые телепрограммы В любое удобное время У меня необычные тренировки А также и мой подкаст на АСН Загрузите бесплатное приложение уже сегодня Молитва — это важная составляющая доступа Ко всем Божьим обещаниям и благословениям Ежедневная молитва на данном вам Богом языке Очень важна Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом» Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться И сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества Вы сможете оставить свои молитвенные просьбы Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым И как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог Смотрите архивы наших программ АСН Сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота После ряда операций один еврей оказался парализованным Врачи сказали ему, что это на всю жизнь Из-за этого он впал в глубокую депрессию Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь И помогло ему чудесным образом исцелиться Он снова смог ходить 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи Так и не смогли найти этому объяснение Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт